В деталях нерядового происшествия, которое взбодоражило весь Хабаровск, сейчас разбирается краевая полиция. Ночью в городе развернулась настоящая спецоперация по поимке бурого медведя. Животные замесили граждане и вызвали полицию. Погоня длилась полтора часа. Разверенный зверь ворвался сначала в крупный торговый центр и устроил там настоящий погром, а затем оказался в детском саду. Пришлось применять оружие. Подробности в репортаже Руслана Бекбулатова. Разгуливать не просто по улицам, а по магазину. Стереотип о медведях в России этой ночью превратился в реальность. Дикий зверь с разбега выбивает сразу два стекла. Сотрудники магазина оказались буквально в метре от опасности. Звук битого стекла. Пошла посмотреть, что там происходит. Вот, все сотрудницы. Когда возвращаюсь назад, уже кричу, медведь в здании, все в подсобное помещение. Они его не видели, они бежали все просто на мой крик. Они еще долго прятались в подсобке и спасались успокоительным. Все, что угодно можно было ожидать, только нет. Конечно, с тупором был несколько секунд. Просто, просто, ну это просто мы не ожидали такого увидеть. Это был просто шок. Все это время бурый медведь в панике ищет выход. Крушит все на своем пути. Оставляет следы собственной крови на стеклянных витринах. Двери главного входа сработали автоматически. И выпустили дикого зверя прямо на оживленной улице Хабаровска. Лишь каким-то чудом никто не пострадал. Андрей! Андрей, отъезжай! 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 Андрей! Сразу девять экипажей ДПС устроили погоню за животным. Сначала даже пытались выгнать его обратно на другой берег Амура, откуда он и приплыл. Но испуганный зверь бежал мимо спортивного комплекса, через автомобильные дороги и жилые массивы. Камера видеонаблюдения зафиксировала, с какой скоростью перемещался медведь и с какой легкостью открыл металлические ворота. Это центр большого микрорайона в Хабаровске. Невольными свидетелями двухчасовой погони за медведем прямо среди многоэтажных домов стали сотни местных жителей. А закончилась она здесь, на территории детского сада. Его забор стал своеобразной клеткой. Его ворота закрыли, и зверь оказался в ловушке. К детскому саду съезжаются сотрудники ОМОНа, вооруженной снайперской винтовкой. Они принимают решение убить зверя. Его поведение становилось все агрессивнее и опаснее. Звучат выстрелы, и медведь больше не подает признаков жизни. Если бы он вышел отсюда и покинул эту территорию, вот этого, скажем так, большого вольера, то, ну, так как граждан было очень много, ну, было предпринято все-таки решение его ликвидировать. В Хабаровском крае медведи и раньше выходили к людям. Только в этом году зафиксировано около 30 случаев. Как правило, это происходило в таежных населенных пунктах. Но такого бесцеремонного вмешательства в жизнь человека здесь еще никогда не было. Руслан Бекблатов, Алексей Шиян, Вячеслав Лукашенко, Первый канал, Хабаровск.